Посмотрим на основные тенденции, которые сегодня существуют на мировом рынке бобовых. И я соглашусь с Любовью Дмитриевной, то, что она сказала. Бобовы – это уже не нишевая культура, и пора от этого отвыкать. Она, наверное, нишевая в условиях наших стереотипов и привычек, которые у нас сложили в сельском хозяйстве, потому что все-таки у нас традиционно культура номер один – пшеница, культура номер два – там либо подсолнечник, либо кукуруза, либо ячми, либо все сразу. Но если говорить о мировом рынке, то уже давно на бобовы смотрят по-другому. Вообще, если говорить о мировом рынке продовольствия, то нужно принимать во внимание основные долгосрочные тренды, которые определяют все остальное. И эти тренды, они объективны, на них повлиять невозможно, они проявляют себя уже десятилетиями, и, соответственно, будут также продолжаться и в будущем. Тренд номер один – это мировой рост населения. По долгосрочным прогнозам до 2050 года прирост населения будет, дальше он стабилизируется на достигнутом уровне. И так говорят специалисты в этой области. Я думаю, что вполне возможно, что рост населения продолжится и дальше. Что это значит? Это то, что потребности в продуктах питания будут возрастать. Это объективная тенденция, вторая долгосрочная тенденция – рост спроса на продукты питания. Третья долгосрочная тенденция – это рост уровня жизни в тех странах, в которых он традиционно был достаточно низок. Какие это страны? Это, прежде всего, два локомотива в области земной демографии. Это Китай, но там на сегодняшний день рост населения стабилизировался. Их даже наметились легкое снижение, незаметное на фоне полуторамиллиардного населения. И Индия, в котором рост населения продолжается. Так вот, в этих странах идет достаточно серьезный, особенно в Китае, рост уровня жизни. А рост уровня жизни предполагает рост уровня потребления. И, соответственно, внимание к качеству пищи значительно увеличивается. Это еще одна долгосрочная тенденция. И, чтобы там кто ни говорил о разных концепциях золотого миллиарда и так далее, во многих странах мира на сегодняшний день отмечается рост уровня жизни, который ведет к тому, что люди хотят потреблять качественные продукты питания. А это значит, что меняется их рацион. Если, допустим, говорить о Китае, об Индии, то драфт в их рационе однозначен. Это от углеводов и, скажем так, продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, идет сдвиг в сторону белков. При этом мы знаем совершенно четко, что рост производства мяса ограничен, во-первых, кормовыми возможностями, во-вторых, территориальными возможностями. И существенного прироста производства мясного белка в ближайшем будущем добиться будет практически невозможно из-за того, что резервы, которые существуют на нашей планете, резервы в области свободных площадей, в области воды. Для того, чтобы выращивать мясной белок, требуется много воды, гораздо больше, чем любые сельскохозяйственные культуры. Все это ограничено, конечно, и, соответственно, рост потребления растительного белка в этом случае, он задан долгосрочными трендами. И это тоже надо понимать, потому что это как раз-таки отражает та статистика, которую мы видим, наблюдая динамику рынка бобовых культур в течение, допустим, полутора десятков лет. И, как я уже сказал, все объективные предпосылки говорят о том, что роль бобовых в создании качественного рациона для многих сотен миллионов людей будет возрастать. Это объективная реальность. По большому счету, из бобов на сегодня альтернатива в плане насыщения рациона белками есть только одно – выращивание в огромном количестве насекомых и получение протеина из насекомых. Я не являюсь сторонником этого пути, но это, скажем так, как говорится, ничего личного, это бизнес. И, собственно говоря, такой вариант существует. В 2022 году мировой рынок, его объем бобовых, оценивался в 11,8 миллиарда долларов США. И я смотрел несколько разных источников, там какие-то отличия легкие были, но в целом они сходятся к тому, что к 29-30 году рынок достигнет 17,2 либо 3,5 миллиардов долларов. То есть он прирастет очень существенно за вот эти вот 6 лет, которые у нас есть до 29-30 года. Среднегодовой темп роста прогнозируется 5,5%. Это на самом деле очень высокий результат. Это, если сказать по отраслям, допустим, значительно превышает, чем динамика прироста использования, допустим, углеродистых видов топлива, как-то бензин-солярка. То есть рост бобовых будет превышать его потребление, динамика будет превышать, чем динамика потребления таких видов топлива, как бензин и солярка, как я уже сказал. Почему рынок так быстро растет? Ну потому что есть те тренды, о которых я сказал, есть еще один очень важный тренд, это интерес к здоровому питанию, интерес к здоровому образу жизни. Вообще, если посмотреть, как развивается потребление в любой стране, там можно заметить очень интересную динамику. Когда страна выходит из нищеты и начинает подниматься к более или менее нормальному уровню жизни, там нарастает потребление различного рода вредных продуктов. Ну как-то кола с сахаром, алкогольные напитки, разного рода продукты, подразумевающие жареный жир, там снеки, фастфуд, то, что, соответственно, полезным и укрепляющим здоровье назвать невозможно. Как только уровень жизни доходит до определенной нормы, до определенной высоты, тут же в этой стране, в этом обществе начинаются обратные тенденции, когда не только важно много и вкусно питаться, а важно долго и качественно жить. И тут же приходит осознание, что долгая и качественная жизнь зависит от некоторых факторов и, прежде всего, от полезного питания, от здорового образа жизни. И, скажем так, начинают происходить удивительные вещи, когда в тех же самых США, еще в 2018 году потребление бутылированной чистой воды превысило потребление так называемых soft drinks, то есть различного рода лимонадов, колы и так далее, то есть сахаросодержащих напитков. Настолько велика забота к здоровому образу жизни, что люди осознанно начинают себя ограничивать вот в таких продуктах, как сладкие напитки. Для примера могу сказать, что в Мексике, которая только выходит на высокий уровень жизни, пришлось ввести специальный налог на сахар, для того, чтобы снизить уровень диабета, который стал в этой стране фактически национальным бедствием. Из-за того, что люди, получившие возможность тратить дополнительно зарабатываемые деньги на более дорогую сладкую колу, начали злоупотреблять этим, как малые дети, не понимая того, что они на самом деле употребляют. Естественно, что бобовые, которые обладают огромным набором полезных свойств в нормальном сочетании с мясным белком, дают очень хорошие, скажем так, замечательные результаты в области сохранения здоровья и в области продления долголетия. Мировой рынок бобовых сегментируется по разным типам, начиная от, скажем так, от конкретного вида бобовых, то есть фасоль, чечевица, горох, нут. Также он от типа продукта подразделяется на цельный, муку и другие. От конечного, в зависимости от конечного потребления, подразделяется на бытовой. Это то, что используется либо в общественном питании, либо непосредственно в домохозяйствах, когда потребители покупают для себя ту или иную продукцию, используя в пищевых целях непосредственно в семье. Ну и, естественно, коммерческие или пищевая промышленность, которая использует бобовые, изготавливает ту или иную продукцию. Очень, ну, скажем так, есть два вида, как минимум, продукции, на которую идут бобовые. Это либо цельное консервирование, например, даже самая консервированная фасоль в разных вариантах, консервированный нут в разных вариантах, это сейчас очевидно. Либо использование бобовой муки в изготовлении тех или иных продуктов питания, начиная от макарона, заканчивая какими-нибудь снеками. Ну и что касается регионов, то, естественно, идет подразделение по традиционной географии. Это Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка и Ближний Восток. Если говорить не по сортам, а по типам бобовых, то на сегодняшний день, вернее, по данным за 22-й год, лидером является фасоль на мировом рынке, которая дала более 45% всех продаж. Я могу сразу сказать, где фасоль очень распространена в пищу, это прежде всего Европа, где значительное ее потребление в консервированном виде. Допустим, Великобритания лидирует по потреблению фасоли в томате, консервированной. Там в месяц на одного жителя приходится по 15-20 банок консервированной фасоли. Это реально потребление очень много. Я сам был в Лондоне, и в гостинице каждое утро завтрак там обязательно была консервированная фасоль. Ну и, соответственно, популярность фасоли во многом определяется с сложившейся традицией употребления, потому что это уже многовековая традиция употреблять фасоль в разном сочетании во всех странах Европы. Ну и также простота и удобство ее применения, особенно если она уже поставляется в консервированном виде. Вторым видом бобовых, который держит большую долю, является горох. И предполагается, что за период до 30-го года он будет не только вторым по величине сегментом, но и будет занимать примерно 30% мирового рынка. Может быть, даже немножко отожмет у фасоли. Опять же, здесь в пользу гороха говорят такие моменты, как высокое содержание белка, уровень калорий, клетчатка и сочетание минералов, которые позволяют снизить риск сердечных заболеваний, регулировать уровень сахара в крови и так далее. Основными странами, которые производят сухой горох, на сегодня являются Канада, Китай, Россия, Индия. Ну и также ожидается, что будут расти сегменты чечевицы из-за высокой пищевой ценности и в ближайшие годы будет увеличиться популярность нута, который также имеет такое качество, как быстрота и легкость приготовления в быту. То есть, тот рост, о котором мы говорили, что с 11 миллиардов рынок бобовых вырастет примерно до 17,5, он будет обеспечен за счет прироста не одной какой-то конкретной культуры фасоли или гороха, он будет обеспечен за счет прироста потребления сразу нескольких видов бобовых и я думаю, что это будет в первую очередь горох, нута, чечевица, то есть наиболее перспективные на сегодняшний день виды растений. Если говорить о регионах, на сегодняшний день две крупнейших страны импортера бобовых это Китай и Индия. Канада является поставщиком, при этом, как ни странно, Канада поставляет где-то 50% мировых поставок бобовых вообще и в том числе в эти страны. И если говорить об Индии и Китае и вообще об Азиатско-Тихоокеанском регионе, который занимает наибольшую долю в 2022 году и будет доминировать на рынке до 2030 года, то мы должны учесть, что бобовые с одной стороны играют решающую роль в этом регионе по уровню спроса, удовлетворяя потребности в питании, но при этом объемы выращиваемой продукции крайне недостаточны, и это приводит к значительному импорту, который в общем-то обеспечивает эти страны необходимой продукции, то есть страны, наиболее потребляющие бобовые культуры, не могут себя обеспечить за счет собственных площадей, за счет собственно сельского хозяйства, это очень важный момент, который мы должны принимать во внимание. Теперь конкретно о Китае, почему я хочу поговорить немного именно об этой стране, потому что в декабре 2022 года произошло очень важное событие, а именно Китай открыл свой рынок для многих сельскохозяйственных культур, производимых на территории Российской Федерации. До этого поставки на территорию Китая были ограничены либо вообще, либо территориями Западной Сибири и Дальний Восток, которые примыкали непосредственно к Китаю. Как я уже говорил, в декабре 2022 года Китай снял такие принципиальные ограничения, но это не значит, что Китай принимает всех на свой рынок. Существует очень строгая, очень серьезная практика аккредитации поставщиков сельскохозяйственной продукции на рынке Китая. Просто так туда что-то повезти невозможно. Любовь Дмитриевна это знает, они проходили, получали эту аккредитацию. Для того, чтобы поставлять в Китай, нужно быть зарегистрирован в системе Цербер, несмотря на то, что эта система работает прежде всего с продукцией животного происхождения, тем не менее, вся сельскохозяйственная продукция растительного происхождения в Китае поставляется через систему Цербер. И для того, чтобы получить декретацию китайского таможенного управления, необходимо пройти очень строгую процедуру. Россельхознадзор является уполномоченным агентом на территории Российской Федерации, который проверяет готовность компании как выращивать, так и поставлять. и это все проходит в том числе на уровне инспекции с выездом на место, с оценкой возможностей реально существующих и так далее и тому подобное. Поэтому Китай, несмотря на всю свою привлекательность, очень строго сохраняет и защищает свой рынок от некачественной продукции. Это надо иметь в виду и понимать, что если вы попадете в китайский черный список, не дай бог, с каким-то некачественным продуктом, то это для вас рынок этот закроет не на какие-то годы, а навсегда. Но тем не менее, что происходит в Китайской Народной Республике? Мы с вами знаем, что там население почти полтора миллиарда человек и что на сегодняшний день КНР это один из крупнейших рынков сбыта продукции нашего агропромышленного комплекса. В 2020 году объем потребления зеленого гороха составил 13,7 миллионов тонн, что на 2,5% выше 2019 года, а объем потребления сушеного гороха в стране было на уровне 4,3 миллиона тонн, что было почти на 25% выше предыдущего года. Почему 2020 год? Потому что вы поймаете пандемия, ограничения, это сказалось на потреблении, поэтому остальные данные будут немножко некорректны. Самое важное, что мы должны сейчас отметить, что в список приоритетных сельскохозяйственных культур, производства которых поддерживается правительством КНР, горох не входит. То есть у китайского сельского хозяйства нет приоритетов, направленных на увеличение производства собственного гороха, и это открывает возможности для производителей этого растения, находящегося за пределами страны. Спрос на сушеный горох, ну вот здесь употреблялись такие моменты о том, что бобовые хороши не только как предшественник и не только как растение для каких-то пищевых целей, но еще в том числе как использование в кормовых целях для замены сои и бобов. И в Китае, если говорить о сушеном горохе, то как раз таки этот момент и происходит, и спрос на сушеный горох на кормовые цели очень высок, но при этом надо понимать, что этот спрос высокоэластичен по цене, что значит высокоэластичен по цене, грубо говоря, чем вы дешевле предлагаете, тем больше у вас его купят, но это вообще особенность любой торговли, чем больше хочешь продать, тем дешевле надо дать цену, а китайцы вообще торгуются очень серьезно. Это не бывает демократичен в мире по ночам. Хорошо. И на сегодняшний день эта цифра, которая, я думаю, важна для всех здесь присутствующих, около 68% потребления сушеного гороха в Китае обеспечивается за счет импорта. 68% потребления сушеного гороха. А я напомню его объем в 2020 году 4,3 миллиона тонн. Это вот тот объем, который реально существует, и я думаю, что на сегодня этот объем больше, чем 4,3 миллиона тонн. И это однозначно, потому что с 2012 года по 2020 импорт сушеного гороха вырос в 4,3 раза в натуральном выражении. И соответственно потенциал есть и потенциал велик. Если позволите, я немножко злоупотреблю вашим временем, потому что я хочу дать небольшую статистику за 2023 год, это свежие данные именно по экспорту зернобобовых культур из России вообще. Потому что по данным за 11 месяцев 2023 года мы поставили рекорд, было поставлено более 3,2 миллиона тонн зернобобовых. В 2,5 раза больше аналогичный период 2022 года. И основная экспортируемая зернобобовая культура был горох с долей 77% в физическом объеме поставок. Еще 15% пришлось на нут и 8% на чечевицу. Соответственно экспорт гороха вырос в 2,5 раза, а экспортная выручка в 1,9 раза. Это произошло во многом за счет Китая, за счет спроса на сушеный горох в Китае. Экспортные поставки нута за 11 месяцев выросли в 2,3 раза, до 489 тысяч тонн в физическом выражении и два раза в стоимостном. Наибольшие объемы были отгружены в Турцию, дальше Пакистан и Египет. Чечевицы было отгружено почти в 3 раза больше в 23 году, чем с такой же период 22-го и лидером ведущих импортеров российской чечевицы стала Турция. На втором месте Индия, на третьем объединены Арабские Эмираты, но по сравнению с Турцией, конечно, там объем не очень большой. Приведенные цифры показывают, что у Бобовых есть огромный экспортный потенциал и в завершении я хочу все-таки позволить себе сказать одну важную вещь, что да, есть такие погодные риски в сельском хозяйстве, когда урожая может не быть, потому что слишком много влаги, когда урожая может не быть, потому что влаги слишком мало, когда, как говорится в анекдоте, долоносик, взъяв, когда еще там что-то может произойти, вот, но это все беды, с которыми можно стараться бороться технологическими методами, и сегодня вы говорили очень много о различных технологических приемах по выращиванию бобовых культур, это все? Хорошо, я бы, наверное, сел в микрофон просто, но здесь все сидящие представители агропромышленного комплекса, опытные, с огромным багажом знаний, знают, как преодолевать те или иные трудности, но есть один очень важный риск, это неумение продавать свою продукцию, вы извините, но я скажу то, что я думаю, зачастую те, кто классно, хорошо, замечательно что-то производят, не умеют продавать то, что они делают, и это очень сильно мешает развитию промышленности, любой, сельскохозяйственная промышленность, пищевой, тяжелой металлургии и так далее, потому что для того, чтобы развиваться, для того, чтобы достигать каких-то объемов и внедрять новые технологии и так далее, необходимо получать выручку в достаточном объеме, которую дальше можно вкладывать в собственное производство, и я хочу сказать, что навыки, умения хорошо, грамотно, по максимальной цене продавать вашу продукцию, это не менее важно, чем навыки ее вырастить, это не менее важно, чем те агропромышленные приемы и технологии, которые вы вкладываете в то, чтобы получить хороший урожай, и то ценное, что делает Любовь Дмитриевна на сегодняшний день, это как раз развитие таких технологий продажи, когда можно получить максимальный экономический эффект от того, что вы сделали в поле от затраченных усилий по получению того или иного урожая. Некоторые скептики любят говорить так, ну, продать может любой дурак, а ты попробуй вырастить. Я хочу сказать, что дурак не может ни продать, ни вырастить, поэтому он и дурак. А в любом деле нужно быть специалистом. И вот то, о чем говорила Любовь Дмитриевна, когда она говорила о белорусских торговых сетях, вот, мы говорим о рисках, урожай может быть выше, цены, колебания спроса, сегодня цена была там 800 долларов, завтра на 750, мы на 50 долларов попали, что с этим делать? А с этим делать только одно, надо развивать свою торговлю и надо от продажи сырья переходить на продажу конечной продукции. То есть дальше идти в область переработки. И когда Любовь Дмитриевна поставляет конечную продукцию на полке сетевых магазинов Белоруссии, она максимально страхует риск того, что цена может обвалиться, провалиться и будет недостаточной для производителей. Это на самом деле очевидно, потому что вот сейчас там горят яйца, яйца, яйца. Ну хорошо, кур нагнут и заставят нестись в 3 раза больше, и цена на яйца упадет на 30%. Я уверен, что в любом магазине если произойдет изменить цены на яйца, оно будет не больше 10%. Точно так же, как со всеми другими продуктами. Помните, что с маслом растительным происходило? Сейчас почем масло растительное? Оно что, сильно подешевело? Да оно так же на полке стоит, как стояло. Да, меня так зовут. И соответственно, я хочу просто завершая свое выступление сказать, что надо двигаться к тому, чтобы не просто поставлять сырье в другие страны, где его за вас переработают и за вас продадут в магазинах, а надо самим с готовой продукцией идти в магазины в других странах. Белоруссию нам с вами уже удалось. у меня есть хорошее предложение по Малайзии для интереса, там давайте попробуем зайти туда, в сетевой ритейл в Малайзии, страны с высоким уровнем потребления, поэкспериментировать, посмотреть, как у нас пойдет и дальше применять эту технологию, завоевывая весь остальной мир, заходить на полки для того, чтобы у нас был гарантирован избыт продукции по нормальным ценам, которые обеспечат нормальную закупку у сельскохозяйственных производителей, их продукции независимо от колебаний либо с максимальной нивелировкой и с минимальным отражением. Спасибо. Спасибо. за субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok